Приветствую вас. Вы знаете, мне показалось, лично вот мне показалось по вашему тексту, что вы задаете свой вопрос, написали свой вопрос, платный вопрос, с целью выговорства выговориться самой. То есть не с целью того, чтобы реально что-то сделать для своей мамы, потому что, ну, наверное, всё-таки вы понимаете, что сделать, в общем, здесь ничего нельзя. Наверное, вы понимаете это. И, наверное, в глубине души вы понимаете, что нет такого совета, который бы помог человеку действительно реально не бояться, не переживать. Не испытывать трепет перед тем, что случилось. Таких советов нет и быть не может. Если ваша мама не может принять и смириться с тем, что с ней происходит, и если она реагирует на это вот так, как реагирует, то вряд ли вы можете для неё что-то, что-то такое адекватное, объективное сделать. Вот. Вряд ли. К сожалению. Я верю в то, что вы хотели бы что-то для неё сделать. Я верю в то, что вы думаете, что можно что-то сделать. Но на самом деле, скорее всего сделать действительно ничего нельзя. Вот. В этой ситуации, то, что вы делаете действительно вот именно такое негативное по отношению к маме, да, то, что, ну, деструктивное и так далее. Это, пожалуй, то, что вы поддерживаете её такое состояние. Так вы поддерживаете у неё чувство, что она действительно, ну, она действительно не заслуживает того, что с ней происходит. Так вы поддерживаете у неё это вот чувство несправедливости, которое и так в ней живёт. Это, пожалуй, то, что вы делаете действительно во вред своей маме. То есть вы поддерживаете её идею, её идею о том, что она несчастна, о том, что она несправедливо обижена. От этого вы раздуваете ещё больше жалост к ней. Вот. Этим планом причиняете ей ещё больше страдания. Если вы будете общаться с ней, как с человеком здоровым, если вы не будете относиться к ней, как к больной, если вы будете вести себя с ней, как обычно, да. Только, ну, только с поправки на то, что она чего-то не может, да, и что ей нужно лекарство. Вот. Что, соответственно, как минимум эмоционально ей будет легче. Да, она не будет получать от вас той поддержки, которую она получает сейчас. Но то, что вы ей даёте, это не поддержка. То, что вы ей даёте, это просто жалость к себе, раздувание жалости к себе. По сути. Понимаете? Вот и всё. И тут уже вопрос заключается в том, на самом деле, чего вы хотите для своей мамы. Если вы хотите, чтобы она максимально хорошо и полно прожила в свои последние дни, то имеет смысл относиться к ней именно так. Имеет смысл вести себя с ней именно так. То есть, как с здоровым человеком. Не вызывая в ней личную жалость, там, к самой себе и так далее. Что у человека, повторюсь, разрушают. Разрушают и подавляют даже. Вот. По поводу таблетки. По поводу таблетки. Вопрос, конечно, очень тяжёлый, серьёзный, важный. Вот. И здесь, ну, на самом деле, всё зависит от того, как вы относитесь к своей маме. А, то есть, если вы говорите, что вы смирились с тем, что всем смертны и так далее. Что, при условии, что мама находится в, ну, здравом уме и в трезвом рассудке, да, то есть, она отдаёт себе отчёт в том, что происходит и так далее. Что, я полагаю, что она, ну, как минимум, имеет право, хотеть этого. Она, как правило, имеет право, имеет право желать этого. И, её право, её право, перестать мучиться. Если для неё жизнь, это вот, мучение. Ну, если вот так, если ты, если так получилось, да, вот так вышло, что лекарства ей не помогают, да, и что сплошная боль и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. То есть, тут человек, человек, как бы, находится в своём праве. Я понимаю, что вам тяжело это принять, признать, и тем более вы не хотите брать на себя ответственность за то, что мама от вас хочет. Вот. Но те чувства, которые вы, возможно, испытываете, не являются достаточно стереотипными и шаблонными. То есть, всё, что я вас прошу, всё, что я вас прошу, это различать эгоизм, когда вы делаете что-то для себя, и альтруизм, когда вы делаете что-то для своей мамы. Вот. То есть, в данном случае вам нужно определиться, вот вы не хотите есть, допустим, эм, ну, искать и давать эту таблетку. По какой причине? По причине своей реакции или по причине эм, эм, того, что вы уверены, что она будет здесь счастлива и так, что ей хорошо будет и так. Вот. Понимаете? То есть, что вы делаете сейчас? на данный момент. Что вы делаете? Вы культивируете жалость у мамы. Культивируете жалость вы у неё к себе. Это именно культивирование. Вы садитесь рядом с ней и плачете, показывая какая она несчастная. И при этом, при этом вы отказываетесь, как бы, избавить её от, ну, от страданий. Так чего же вы хотите в этой ситуации? Что же вам нужно в этой ситуации? Вы действительно маме хотите помочь? И действительно ли вы смирились с тем, что происходит? Или, может быть, всё-таки нет? Честность с самой собой очень важна нам. Очень важна. Потому что от этого зависит жизнь вашей мамы. И то, как она проведёт свои последние дни. Нормально не дни, но последние дни. Последнее время. Вот. Понимаете? Подумайте. На что вы нацелены? Подумайте, какие цели вы преследуете? Понимаете? Вот. Подумайте, на что и на кого нацелено то, что вы делаете? Я не говорю, что вы не любите свою маму. Я не хочу этого сказать. Но я хочу сказать, что в ваших действиях наблюдается, скажем так, непоследовательность. В ваших действиях наблюдается, наблюдается потакание, потакание тому, кто хочет мама. Потакание её деструктивной модели поведения. Понимаете? В теории, в теории, вы можете наполнить жизнь вашей мамы новыми впечатлениями, яркими впечатлениями, яркими эмоциями. Да? Так, чтобы она поняла, что проблема боли, всё равно можно получать удовольствие от жизни. Вот. Но можете и избавить её от негатива, который в её жизни сейчас есть, от боли, которые в её жизни сейчас есть. Но это нужно сделать выбор. Со мной нужно сделать выбор. Что именно вы будете делать? Совершенно очевидно, можно сказать только одно. Что так, как вы ведёте себя сейчас, так, как вы позиционируете себя сейчас, так вести себя нельзя. Для мамы это очень вредно-вредно. Да и для вас, в принципе, то что же. И сказать, что вы усугубляете состояние своей мамы со своим поведением, значит не сказать ничего. Вот. Понимаете? То есть слова здесь, слова, какие-то слова здесь будут полезны. Потому что это просто слова. Да? Никто не может понять человека, находящегося в таком состоянии, в такой ситуации, как ваша мама. Никто. И, наверное, наивно думать, что какие-то советы могут решить проблему вашей мамы. Вот. Поэтому на советы и на ответы, да, я вам предлагаю внимание обращать меньше всего. Самое лучшее, что вы можете сделать, это изменить своё отношение. Отношение к маме. А быть психотерапевтом для своей мамы вы не можете. Потому что у вас нет специальных навыков, у вас нет необходимых знаний, у вас нет необходимых сил. Вот. Поэтому самое главное, самое важное, что вы можете и что вы должны сделать, это перестать играть в игру, которую играет ваша мама. Ну, сама того, возможно, не осознавая, да, сама того, возможно, не понимая, но она играет. Играет с вами в игру. Вот. И своим отношением, изменением своего отношения, вы будете толкать маму вперёд. вы будете толкать её к чему-то другому, да? То есть, эээ, ну, сами, вот, сами подумайте, подумайте, да? А-а-а. 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 Сами подумайте, подумайте просто. А-а-а. Какой смысл, да? А-а-а. А-а-а. А-а-а, обсуждать. А-а-а. А-а-а. А-а-а, причины того, что происходит. Ну, вот какой смысл? Какая цель? Никакой, ее попросту нет, понимаете? И, обратите внимание, вам нужно на другое, понимаете? Если вы действительно любите свою маму, то подумайте, что для, что для вашей мамы, да, будет лучше. И из этого уже исходить, из этого уже исходить. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Ну, это все, я понимаю, что этого недостаточно, я понимаю, что ваши силы по поддержанию мамы, они, безусловно, не бесконечны. Я понимаю, что вам очень тяжело, я понимаю, что вам трудно сейчас, я даю себе в этом отсчет. Вот. Но я хочу сказать, я хочу сказать, что вам, именно вам, можно обратиться к психологу для решения своих проблем. Маме можно обратиться также к психологу для поддержки, потому что это лучше делать специалистам. Вот. Но вам потакать своей маме в ее разрушительном поведении, означает причинять ей боль. Вот. Вот это я хочу, чтобы вы поняли для себя. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.